Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Щековская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами женский жакет, но не классического такого пиджачного вида, а с интересной завязкой. Здесь, конечно же, мы сделаем акцент на мягких складках, которые будут формироваться на жакете, на поясе. Давайте начнем. Я взяла наш классический эскиз для технического рисунка. Вы его можете скачать, можете перейти под это видео в описании, там есть ссылочка, где можно скачать этот шаблон бесплатно. Есть еще и другие шаблоны, обязательно посмотрите, мужские, женские, детские, как для технических рисунков, так и просто фигуры, с которыми можно работать. При том, женские фигуры у нас есть разного типа, там плюс сайз, модельные фигуры, то есть подберите именно те, которые для вас будут более актуальны. А мы с вами берем наш с вами шаблончик, я сейчас его немножечко отредактирую, потому что мне, например, не нужны будут ножки, это лишнее, и это экономит место во время рисунка, то есть я убрала то, что мне не нужно. Вот у меня будет жакет, вот мне этого достаточно, хотя ноги можно было оставить, если вы понимаете, что у вас какая-то нестандартная длина, которую вы хотите показать или отразить. Если же, как в моем случае, этого будет вполне достаточно, сейчас я его вот так размещу, и таким образом у меня еще поместится, например, вот здесь будет черно-белый эскиз, и еще два, после того, как я отрисую уже эскиз, у меня поместится в цвете, это будет удобно. Блокирую слой, приближаю мой шаблон, и это вот очень большой плюс иллюстратор, вам не нужно щуриться, вам не нужно вот как-то так внимательно туда вглядываться, вы можете приблизить настолько близко, насколько для вас это будет комфортно, вплоть до того, что когда вы работаете с какими-то мелкими деталями, например, карманами, вы можете именно в этот карман вот приблизиться, на нем сделать вышивку, там какие-нибудь вензелечки, отстрочки, таким образом получить нужный вам эскиз. Блокирую слой, на котором у меня сделан шаблон, создаю новый слой, выбираю инструмент пером, и проверяю, чтобы у меня цвет контура был черным, чтобы была отключена пунктирная линия, была стандартная настройка, один пункт толщина. Рисовать я буду одну половинку, потом я разверкалю, что очень удобно, а поскольку у меня такая завязка, то одна часть уйдет под другую, в общем, сейчас покажу, как они немножко будут модифицироваться. Рисовать можете с абсолютно любой части, кому-то удобнее рисовать с правой, кому-то с левой, здесь это не принципиально. Сегодня я буду рисовать левую часть, хотя традиционно обычно рисую правую, ну, как еще раз говорю, это вообще не принципиально. Для нас главное добиться результата, да, а вот уже как вам более удобно это сделать, это вы можете выбрать сами. Итак, начинаю с формы, которая у нас будет оформлять горловину, так вот здесь у нас будет, соответственно, завязочка, и вот так немножечко будет отклоняться. А сначала, когда я рисую, я понимаю, что не все эскизы сразу читаются, но сейчас, когда я все поправлю, вы увидите, как это смотрится. Так, не хочу такую степень прилегания, чтобы все-таки это жакет, а жакет, ну, должен иметь какую-то свободу движения, поэтому все-таки мы это здесь задаем и продумываем. Опять же, плечо, да, вы можете продумать, что там будет у вас плечевая накладка или еще что-то. И вот такой момент, когда острый уголок, это не очень здорово, вот здесь вот в обводке можно все это сделать. Как настроить такой внешний вид, как у меня? Это окно, рабочая среда, основные классические настройки. И у вас тогда будут показываться те же самые инструменты, что и у меня, потому что иногда вы открываете иллюстратор, у вас, например, меньше инструментов. У меня есть видео, там, это с 19-го года они поменяли. Вот здесь вот панель инструментов должна быть не основные, как вот здесь вот видите, она маленькая становится, а панель инструментов дополнительные. Поэтому у вас он может немножко по-другому выглядеть, ничего страшного с программой нет, просто немножко настройки другие. Можете всегда перенастроить, чтобы вам было комфортно с этим работать. Вот, так, теперь у нас, давайте я сделаю сразу форму рукавчика. Немножечко здесь вот такой объемный. И у меня будет со швом рукав. Сейчас мы все покажем, все сделаем. Можно рисовать сразу просто линии, можно рисовать шов, показывать, что он есть, и рисовать это как деталь, чтобы вы могли, например, потом другим цветом ее сделать. Ну, ведь такое бывает, что там сочетание двух цветов, чтобы у вас эта возможность была. Но, в принципе, можно потом это и добавить. Поэтому здесь на ваше усмотрение. Так, у меня будет кармашек, у которого будет клапан. Вот так, сейчас вот эту линию поправлю. Если вдруг что-то не получилось прямо вот с первой попытки, ровно так, как вы хотите, ничего страшного. Иллюстратор очень хорошо позволяет вот это все редактировать, подгонять под заданное, ну, как бы под то, что вы хотите. Вот, как видите, у меня сейчас нет никакой заливки, я прозрачно все вижу. Как только я наложу белую заливку на мой эскиз, естественно, все детали, ну, станут непрозрачными. Хотя прозрачность ее можно всегда регулировать. Так, что у нас с вами теперь? У нас теперь с вами будут лацканы. А, и здесь надо нам с вами четко соблюсти форму. Не попала я. Вот так. Так, это будет один. Видите, некрасиво. Соответственно, вот в этой точке регулирую направляющую, сразу все встает на места. И это не значит, что это должна быть моя конечная версия, я, соответственно, могу его делать там потолще, потоньше, как-то работать с ним, если я понимаю, что оно не попало в ту задумку, которую бы я хотела. Поэтому, еще раз, не надо ничего тут бояться, надо просто стараться достигнуть того результата, которого вы потенциально хотели бы. Вот здесь вот не очень удобно, сейчас я приближу, будет лучше. Попадает, видите, вот в эту окружность, и не дает мне четко поставить линию. Z-Alt и небольшое удаление. Вот. Так, продолжаем. Так, и вот он уже, сама форма лацкана. Так, вот сюда он будет приходить. Сейчас придется поправить форму вторым заходом. По линии, и вот так попали. Так, вот здесь надо посмотреть, насколько оно будет у нас активно, неактивно. Ну, в принципе, меня все устраивает. Формы бывают крайне разные, бывают более объемные, бывают более узкие, бывает вообще без лацканов. Поэтому, ну, опять же, это ваше художественное отражение, нужно понимать, что вы задумали. Так, сзади мы будем видеть вот такую штучку. Все рисую половинку пока. Для тех, кто знает конструирование, тоже знают, что всегда обычно с половинки все начинается. Поэтому все тут понятно. Я сейчас сделаю асимметричную основу, а потом буду добавлять асимметрию уже на моменте, когда у нас уже с вами все будет. Вот эту линию тоже можно чуть наверх и чуть-чуть ее выгнуть. Вот так. Здесь убрать. И нам нужна половинка спинки, потому что там тоже должна будет быть заливочка. Вот так, вот так и вот так. И ее сейчас поместим на самый задний план. Монтаж на самый задний план. Вот, у нас получилась половинка. Теперь смотрите, я теперь все это выбираю, заливаю белым, чтобы лучше было понимание, как это смотрится. Можно здесь тоже что-то подкорректировать, если вы чувствуете необходимость в этом, это нормально. Так, 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 так. Выточки я специально не сделала. Все, хорошо. Теперь я все вместе выбираю. Вот здесь выбираю инструмент зеркальное отражение. Ставлю на центр. Чем хороший шаблон, да? Здесь у нас есть линия центра. Начинаю вращать. Видите, по кругу. Нажимаю кнопочку shift. Нажимаю кнопочку shift. Shift дает мне угол. Вот видите, под 45 она идет. Alt это копирование. Потом отпускаю кнопку мыши, потом отпускаю копирование. Вот у нас оно все встало. Вот эта часть у нас должна быть на втором плане. Отлично. Соответственно, теперь попарно будем сливать. Окно. Обработка контуров. Где она? Вот она. То есть одну, вторую с шифтом выбрали, слили. Одну, вторую с шифтом выбрали, слили. Это поместили на самый задний план. Она просто нам должна основу создавать. Здесь я так думаю, что сейчас нам надо будет удалить лишние точки. Чтобы их не было. Вот. И можно тоже поправить еще раз кривизну. Стало лучше, да? По центру я бы добавила еще шовчик, потому что он нужен. И его можно добавить более тонко на 0,5. Вот так. Так. Здесь у нас все хорошо. Здесь все прекрасно. Хорошо. Теперь вот здесь у нас будет завязка. И сейчас мы ее сделаем. Только для начала нарисуем с вами складочки. Смотрите, у меня получился крестик. До этого была вот такая штучка, а стал крестик. Что я сделала? На самом деле ничего страшного не произошло. Я просто нажала кнопку каплок и появился крестик. Поэтому если у вас вдруг такое произошло, не пугайтесь. Это вообще там ничего вы там не натворили, ничего вы не наделали. Просто-напросто нажали кнопочку каплок. Отожмите ее. На клавиатуре, как правило, есть лампочка, которая обозначает, что горит каплок. И все у вас будет хорошо. А вот такие будут складочки. Они всегда сначала смотрятся достаточно грубо. Потом, когда мы их сейчас обработаем, то все будет хорошо. Вот так. И теперь мы зададим им... Сейчас мы их сгруппируем, чтобы было проще. Вот. Непрозрачности. Она вот тут сверху у нас появляется. Вот. Дополним это все линиями. Опять же, видите, рисуются заливкой. Сейчас мы их тоже все поправим. Так. Чуть-чуть можно вот так. Есть классная книжка. 4 тысячи деталей, 4 тысячи дизайнов. Автор Элизабет Друди. Посмотрите, у меня, кстати, есть обзор на канале. Там показано очень много примеров, как рисовать всякого рода заливки. Ну, прям просто это элементарная насмотренность. Здесь нету какой-то волшебной таблетки. Я вам ее не скажу. Вам нужно просто, ну, поделать это, и у вас все будет хорошо получаться. Вот. Сюда мы сошлись. Можно еще добавить немножечко тенюшек. Вот так. Вот. Так что, ну, насмотреть, как делаются складочки. И, кстати, вот я могу сказать, что по моим студентам, тоже все студенты по-разному складки воспринимают. И есть студенты, которые, ну, на мой взгляд, даже лучше меня рисуют складки, потому что они их по-другому видят. Я все-таки больше такой сторонник, ну, достаточно минималистичного изображения. И, ну, для меня это так. Ни хорошо, ни плохо. Просто каждый человек со временем находит какую-то свою стилистику, и в ней работает, и это прекрасно. Так. Я это все вместе сейчас сгруппирую. Ctrl-C. Сделаю зеркальное отражение. Так. Секундочку. Вот так. И размещу это вот там внутри, потому что оно вроде там как тоже есть. Да, чтобы оно выходило. И помещу назад. Ctrl и правая, левая квадратная скобочка или буква Х по-русски. Вот туда я его уберу. И еще непрозрачности, да. Ну, чтобы оно как бы там было, что вроде как оно здесь тоже так себя ведет. Вот. Вот так вот его поставим. Непрозрачность дала, да, чтобы оно туда-назад уходило. Вот. Так. Теперь у нас тут с вами должен быть пояс. Но вот в той модели, которую задумала я, там вот так вот идет пояс. И он вот так это все дело перекрывает. Достаточно длинный такой широкий пояс. И мы им перекрываем основу. Вот он так вот висит. Не очень ровно получилось. Можно это все загладить инструментом сглаживания. Очень, кстати, он хорошо работает в таких случаях. Прям берем сглаживание и погладить по тем шероховатостям, которые вам не очень понравились. Все, заливочка. Белым контур черным. Вот. И под ним еще будет один слой. Будет такая завязка. Вот так. Мне даже не обязательно, ну, прям по контуру обрисовывать. Ее просто обозначить. А это вытащить на передний план. Вот. Такая вот завязка. Вот здесь не хватает немножечко вот такой вот теневой истории. Чтобы показывала она, что она отсюда идет. Так. Сейчас мы ее сделаем. Вот так. Вот. Соответственно, вот такая история. И вот здесь нужно показать, что вот здесь вот так кусочек завязки. То есть она тут пришла, она вот тут такая есть. Так. Серенький. И теперь давайте еще дополнительные тени создадим, которые нам, ну, придадут живости нашему эскизу. Во-первых, всегда вот здесь будет тень. Под лацканом. Когда мы смотрим, когда мы смотрим на вещь, да, вот она будет всегда вот здесь теневая такая история. Поэтому ее прям можно смело рисовать. Рисуем тень просто контуром. И сейчас непрозрачность ей дадим. Хорошо, когда она черная, она тогда универсально смотрится. Под лацканами тоже всегда у нас тенюха будет пролегать. Вот так. Тоже, кстати, вот смотрите, можно не прорисовывать ее прям вот от и до. А вот она попала у нас. Вот так, да? И теперь меняем последовательность. Ctrl и буковка Х русская, либо квадратная скобочка слева. Вот она у меня, видите, попала. Тень пока очень яркая. Мы ее облегчаем. И вот она у меня встала туда. Соответственно, вот здесь тень еще будет. То есть, ну, тени, у них достаточно простая такая логика геометрии, в общем-то. Поэтому с ними особо вопросов нет. И, ну, у меня, я знаю, что многие маются тенями. Поэтому вот показываю, как я это делаю. Я делаю упрощенную такую схему. Я знаю, что многие более художественные тени оформляют. Нехорошо и неплохо. Еще раз, это стилистика. Да, ну, вот как бы такой упрощенный вариант, он, ну, доступен всем. Для воплощения. Просто вот его сделать и все. Притом можно, вот смотрите, я тень нарисовала, да? А лацкан поместить наверх. Не лацкана. Кармашек наш. Вот. И я сейчас его скопирую. Смотрите, вон он там, внизу, да? Я могу его чуть-чуть, как бы, вытащить из-под моего кармашка. И получить, как будто у меня это тенюшечка. Вот так. Вот. И тоже дать непрозрачность. Вот, пожалуйста. И эту же штуку туда перекопировать в соседний. Вот так. И тоже убираем назад. Тем же самым способом, что я все остальное убираю, да? И он туда встанет. Вот. Ну, вполне прилично. Дальше вы можете, как бы, уже сами посмотреть, как вам больше нравится. И, ну, доработать, если необходимо, тенями. Ту тень, которую я бы еще проложила, чтобы она прям хорошо показала, что у нас тут происходит, вот здесь. Вот здесь нужна тень для того, чтобы показать, что позиционирование, да? Одно сверху другого. Вот так. Убираем белый контур. И даем мне прозрачность. Размыть эти тени я тут делать не буду. Оно лишнее. Вот такая штучка у нас с вами получилась. Теперь все вместе выбираем. Два слоя разблокировала. И то, что я вам говорила, сейчас мы с вами можем сделать в цвете. То есть у нас получился один черно-белый эскиз и два будем делать в цвете. Блокируем теперь основу. У меня есть в подборке несколько тканюшек, которыми мы можем залить. Ну, вот давайте, например, синим и серым. Сейчас я их открою. Перекину в этот документ. Они, по-моему, уже бесшовные, нормальные. Ну, сейчас мы посмотрим. Как раз вот тоже меня спрашивали, как это делать. Мы с вами это все и сделаем. Заодно покажу, как это работает. Но это уже готовые текстуры. Да, имейте в виду. Можно сделать фотографию своих текстур и ими сделать заливку. Так, давайте чуть-чуть помельче. Вот так хорошо. И эту помельче. Вот так она будет нам заливаться. Соответственно, берем, кидаем ее в заливке. Тут, конечно, не должно быть теней по углам, там всего остального. Сейчас посмотрим, как она себя ведет. Уже от этого будем регулировать. Ну, вполне, по-моему. Так, давайте сейчас немножко приблизим. Так. Выбираю детали, которыми нужно залить данной текстурой. Сейчас сольем. Выбираю. Все, по-моему, прекрасно сработало. Плюс тени хорошо подошли. Внутренний, кстати, вот момент. Подкладка может быть другого оттенка. Потому что, ну, вообще, бывают там подкладки цветные. Красиво делать тут. Пожалуйста. И здесь давайте сделаем синюю. Сейчас надо посмотреть тоже, насколько хороша заливка. Я их не проверяла до этого. Честно, когда готовилась к записи видео. Просто, ну, знаю, что у меня есть в подборке какое-какие заливки и все. Ну, тоже неплохо смотрится. Да. Вот здесь бывает такая история, что делаю там что-то из замши. Внутреннее, вот, может быть, тоже там какого-то серо-коричневого цвета. А, смотрите, вот здесь у меня вылезли тенюхи с белым контуром. Сейчас мы их уберем. И там, и там. Не здорово. Вот эта история. На черно-белом эскизе это было вообще не видно. Здесь это видно. Белый контур убираем. И вот такие эскизы, их не очень хорошо видно, когда они на, соответственно, имеют темный контур. И вот, чтобы подсветить, можно выбрать все. Сейчас потом у теней нужно будет убрать контуры. И сделать, например, цвет контура серым. Вот здесь сейчас я уберу контуры. Так. Двойной клик вы нашли в режим изоляции. Вот. Вот у этой тени. И вот у этой тени. Мы уберем контуры. То есть тень все равно остается тенью. И возможно этот момент немножко поправить непрозрачность у теней. Потому что на темном они смотрятся по-другому. Чтобы они стали более темными. Вот видите, они подсветились. Лучше видно. Вот. И оставить их вот такими более темными. Для того, чтобы они имели более такой яркий графичный вид. Это вот то, что будет требоваться в эскизах, которые имеют темную заливку. На это надо обращать внимание. Их надо тут поправлять. Вообще, я специально показала заливки. Потому что можно делать, например, однотонный. Один эскиз покрасили. Потом через перекрасить графический объект. Я тысячу раз показывала, как это делается. Быстро просто это все переделать. Ну. Сейчас мы тут поправим. Вот смотрите, какие могут быть изменения в связи с тем, что вы решили сделать темную заливку. Вот чуть-чуть его поправляете. И таким образом все налаживается. Все опять отрегулируется. Надо просто все-таки на эскиз смотреть. Да. Что у меня получилось с эскизом. Как он смотрится. Насколько это адекватно, релевантно. Вот такая история. Насколько она яркая, нужна, не нужна. Оно будет смотреться. И это ответ на то, что делать с эскизами с темным цветом. То есть мы сделали черно-белую. Мы сделали светлую заливку. Мы сделали более темную заливку. И вот такой вот у нас получился фантазийный жакет. Берите. Используйте. Если есть вопросы, задавайте. Если есть пожелания, что нарисовать, обязательно пишите. С радостью покажу, как и что. На этом все. До скорых встреч. Не забывайте поставить лайк, если вам понравилось данное видео. И подписаться на мой канал. Потому что каждый вторник мы рисуем с вами новый эскиз, чтобы ничего не пропустить. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok